Сегодня в Брестском аэропорту прозвучал сигнал тревоги. К счастью, учебный. Совместная тактика специального учения провели сразу несколько служб, отвечающих за спасение пассажиров и экипажей воздушных судов, потерпевших бедствие. Мероприятие проходило в четыре этапа и включало в себя как теоретическую, так и практическую части. Подобное занятие проводится на территории каждого из воздушных портов страны. На Брестской земле в последний раз такую проверку готовности к внештатным ситуациям проводили 4 года назад. Сегодня силы средств задействованы порядка 30 единиц техники и порядка 100 человек личного состава. Это включая и наши подразделения на аварийно-спасательные расчеты, это аварийно-спасательные расчеты МЧС, это еще учреждения медпомощи и здравоохранения. Проведение аварийно-спасательных работ на воздушном судне, совершившем вынужденную посадку на аэродроме Брест, тушение различных видов пожаров, эвакуация пострадавших с водной поверхности и очистка реки от разлитого топлива. Правила поведения каждой из служб должны быть не просто выучены, а тщательным образом отработаны на практике. В случае возникновения чрезвычайной ситуации счет идет на минуты. Каждая лишняя может в итоге слишком дорого обойтись, а потому сомневаться в необходимости проведения таких отработок не приходится. Самое трудное – это, конечно, взаимодействие. Организовать взаимодействие на разных каналах, на разных часотах сделано. Ну вот вы сегодня видели, показали мы все, что спланировали, то мы и выполнили. В полном объеме, все, что нужно было, мы сделали. Задачи и цели, которые были поставлены перед участниками, сегодня были выполнены и решены в полном объеме и в сроке, установленные нормативами. Это говорит о высоком уровне и слаженности работы всех структур и подразделений, отвечающих за безопасность и спасание, однако не дает права останавливаться на достигнутом. От профессионализма и подготовленности таких групп часто зависит не одна человеческая жизнь. Сотрудники эту огромную ответственность осознают и стараются сделать все, чтобы аварийных ситуаций было как можно меньше, но вместе с тем всегда готовы к ним и приходят на помощь.